Под Ростовом снова мощно взорвалась нефтебаза. Накануне там ударили неизвестные беспилотники. Ахренеть, жар чувствуется от сонок. А через день, как пишут РосСМИ, произошла разгерметизация одного из трех резервуаров. Как следствие, загорелся еще один. Это говорит о комплексном, системном характере работы Силы обороны Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины в моменте блокирования логистики оккупационной армии. Речь идет о том, что данные нефтебазы, а в частности нефтебаза Атлас Ростовской области, она работала исключительно на потребности оккупационной армии, чьи соединения сосредоточены на территории Луганских и Донецких областей. Генштаб Украины подтвердил удар. В ночь на 28 августа украинские военные нанесли удар по двум российским нефтебазам. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба. Поражен еще один стратегический объект российских оккупантов. Слаженная работа сил обороны Украины дает результаты. В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе Атлас в Ростовской области России. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Задания выполнены подразделениями сил специальных операций вооруженных сил и главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. Подобные удары по нефтебазам на территории Российской Федерации, которые используются как, соответственно, перевалочные склады российской армии, носят превентивный характер. Не дать возможности нормального функционирования логистической составляющей силовых подразделений оккупационной армии. В моменте обеспечения горючее смазочными материалами непосредственно передовых подразделений на линии боевого соприкосновения. ФГКУ «Комбинат Атлас», входящее в управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе, занимается поставкой нефтепродуктов для российских вооруженных сил. ФГКУ «Комбинат Атлас», который принадлежит, кстати, к госрезерву, уже подвергался Остаке со стороны беспилотных летательных аппаратов Главного управления разведки Министерства обороны. Основная задача подобного характера операции – это уменьшение возможности материально-технического снабжения оккупационной армии на территориях временно оккупированных районов Луганска и Донецких областей. А еще Украина атаковала нефтебазу «Зенит» в Кировской области. Расстояние от линии боевого соприкосновения до, соответственно, данной нефтебазы порядка 1500 километров. А это свидетельствует о возможностях сил обороны Украины и Главного управления разведки Министерства обороны осуществлять подобного рода операции в тыловых районах Российской Федерации. И объект в Воронежской области. Удары нанесены по нефтебазе «Зенит» в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск «Запад» в Воронежской области России. Подробная информация о последствиях поражения уточняется. Без горюче-смазочных веществ ни один танк, ни один бронеавтомобиль, ни один, соответственно, легковой автомобиль оккупанта не тронется с места. На данный момент речь идет о том, что оккупанты пытаются развить тактические успехи на ряде направлений. В первую очередь речь идет о Покровском, Кураховском, Граматорском, Северском и Лиманских направлениях. Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.